С коррупцией сталкиваюсь постоянно, поскольку в университете я работаю, и мои друзья, в частности я, в частности сотрудники, постоянно в этом вращаются. Вопрос коррупции не только в моем университете, а вообще в сфере образования стоит очень остро, поскольку общаюсь с огромным количеством студентов, аспирантов, и постоянно идут разговоры о том, что коррупция все-таки в сфере образования процветает. А последний раз еще пока не реформировали нашу милицию, еще когда было ГАИ, давал с обоюдной инициативы взятку ГАИшнику, и даже был такой момент, когда у меня не было наличных, я сказал, что мне нужно снять с банкомата, и меня патрульная машина с мигалкой проводила до банкомата, я снял деньги и таким образом передал, и меня отпустили, не оформляя протокол. В медицине мы, как, у нас своя благотворительная организация, собираем средства для детей больных раком, в частности. И вот была такая ситуация. Обратились в одну из столичных клиник, которая имеет работу с фармацевтическими компаниями, которые выпускают лекарства от очень сложных болезней, губавы. И по спецпрограмме государственной определенный групп детей должны были получать эти лекарства. Ну и, соответственно, мы подали заявку на получение этих лекарств, нам отказали. Мы подали заявку второй раз, нам отказали. Мы пришли лично и столкнулись с такой ситуацией, что нас, грубо говоря, футболили направо-лево, а потом вам просто сказали, что эти лекарства, хоть и официально они бесплатно должны выдаваться, но они все подотчетно. И нижние слои работников медучреждений не имеют права, даже до юра, не имеют права ими распоряжаться в той или иной степени. Но де-факто им запрещают главврач больницы, и все это только на коммерческой основе, только люди платят деньги, только все это из-под пола. Я был во Франции, я купил машину, придет сюда. Ну и тут оказалось очень много проблем. Ну и я написал статью, потому что ситуация вообще не забавная. То есть кончилось тем, что я войгал в суд у государства. У меня закончился вклад в декабре месяц. Значит, в банке ЗЭМ. Банк ЗЭМ мне сумму по сей день не выдает. Идет суд, вот на сегодняшний день, со дня на день все перекладывается, перекладывается дело. Значит, в прокуратуре отсюда подали. Там тоже ничего абсолютно не ведется. Борьба на самом деле необходима, потому что простой человек совершенно не защищен. У нас не было ничего выбора, не отдать, або у нас просто не залит, мы складалися. Ну я знаю, что можно каким-то интересным способом, нестандартным, получить хорошие номера автомобильные и заплатить меньше в кассу или больше не в кассу. Я расскажу, наверное, про другую сторону коррупции. Я действительно превысил. Ехал из Одессы. И мне, ГАИщник ко мне подошел. Я сказал, что честно, да, я нарушил, но окей, я готов оформлять протокол и все остальное. А он посмотрел на меня, сказал, что ничего не нужно, можете ехать дальше, но учтите, что у нас даже нечем заправить нашу машину. Ну, с коррупцией, как, наверное, в принципе, не часто, это ГАИ, ну и медицина. То есть сестра двоюродная попала в больницу, у нее аппендицию отворизали. Ну, спросили, как бы, есть страховка, нет, ответили, что нет страховки, соответственно, сказали, без денег, едьте в другую больницу. Пока не дали там определенную сумму, в районе двух тысяч гривен, ну, принимать не хотели. Я думаю, что последние два-три года я не сталкивался с коррупцией. Последний раз у меня, когда я сталкивался с коррупцией, это были ГАИшники. Это было месяца три-четыре тому назад. Да, меня попросили дать взятку.